Здравствуйте, мои дорогие! Одной из самых популярных тем на этом канале является тема, что пишут на языке программирования X. Ну, раз вам так нравится, давайте поговорим про то, что пишут на языке C++. Меня зовут Сергей Немчинский, и мы поехали! Немного знаете C++? Чуток знакома с Unreal Engine 4? Уважаете математику и неплохо относитесь к физике? Такой набор супернавыков можно применить к разработке игр. Геймдев — это одна из немногих сфер, которые не упали, а даже выросли сейчас в мировой кризис. А спрос на разработчиков VR и AR растет с каждым днем. А еще и геймдеву сравнительно легче реалансироваться за границу, чем другим специалистам. Есть масса работы на фрилансе, например, на Upwork. Есть, конечно, вакансии и в локальных студиях. Наш курс геймдева состоит из 22 практических задач, половины которых могут приобрести уверенность в среде C++. Кстати, самая популярная игра, созданная на C++ в World of Warcraft. А вторая половина поможет освоить 3D-платформу для создания игр Unreal Engine, а также ознакомиться со спецификой создания игр на Android. Итак, летсплей! Регистрируйтесь на курс. Ссылка под видео. Итак, говоря о языке C++, нельзя не затронуть истории. Вы знаете, я очень люблю историю, я очень люблю возвращаться к Адаму и Еве и напомнить о том, что язык C++ возник как развитие языка C. А язык C был, в общем-то, одним из самых популярных, и до сих пор является одним из самых популярных языков для системного программирования. Для программирования на достаточно низком уровне. Конечно, по сравнению с каким-нибудь ассемблером, он является языком высокого уровня. Ассемблер — это когда вы байтиками управляете, и прям регистрами процессора, стеком и всем остальным, вот знаете досконально, что там происходит. Естественно, на этом языке вы можете управлять вообще всем и полностью понимать, что там происходит. Но писать на нем чудовищно сложно, потому что минимально сложную программу вы будете писать миллионы лет, потому что требуется вот прям каждую молекулу собаки, условно говоря, переставлять, даже не ее ноги. Естественно, программистам это не нравилось, и было изобретено много языков более высокого уровня, которые позволяли эту проблему ассемблера обойти, не теряя возможности управлять всеми деталями операционной системы, процессора, видеокарты и прочим-прочим-прочим железом. Вот, язык C в этом отношении выиграл прям конкурентную битву, и до сегодняшнего момента очень активно используется среди имбедд-разработки и тех вещей, где требуется работать вот прям в самом-самом низком уровне. Да, там драйвера какие-то написать, какие-то там, не знаю, очень-очень перформанс таких чувствительных вещей. Вот. Язык C++ был следующим этапом развития языка C. То есть он, это новый язык, другой, его вообще хотели изначально назвать D. Ну, то есть был поскольку язык A, потом был язык B, потом язык C, да. A и B умерли настолько давно, что никто не помнит их существование, кроме меня, я old fuck. Ага, но я их тоже не видел. А язык следующий после C должен был быть язык D, но решили, что что-то они не так сильно отличаются, потому что на самом деле по синтексису языки C и C++ очень похожи. Фактически язык C++ является над множеством языка C, то есть там просто к языку C добавлены дополнительные структуры. Все, весь код на C, фактически на C++ будет работать так. Ну, просто как тоже код на C++. Поэтому вот так и оставили. Таким образом, что мы получили? Мы получили смесь небольшого ежа с ужом. Дело в том, что в C++, собственно говоря, в чем суть была этого языка? Туда добавили OOP. Язык C процедурный. Это чисто процедурный язык. То есть идет главный поток выполнения, какой-то main условный, да, из которого вызываются процедуры. И возвращаются обратно. Все. То есть ни из объектов, ни каких-то там функций, функциональном программировании, ничего. Это чисто процедурная парадигма. На процедурную парадигму попытались натянуть OOP, объектно-ориентированную парадигму. В результате получилось немножко странно. Если не сказать очень сильно странно. Поскольку язык C++ был одним из первых языков в OOP парадигме, там был еще Smalltalk, там еще было несколько экспериментов. Но за счет дикой популярности на тот момент C получилось очень удобным. Взяли программистов на C, которых было до жопы, очень много, и дали им более модный, крутой инструмент с OOP. При этом, сохранив все те наработки, которые у них уже были, они могли писать в своем старом стиле на C и использовать новый синтексис. Что в результате получилось? Получилось, что язык C++ с одной стороны обладает всеми возможностями языка низкого уровня. То есть имеет доступ к регистрам процессора, к управлению памятью, видеопамятью, прерыванием, чему угодно, нативно. С другой стороны, обладает одним из самых развитых на сегодняшний момент инструментариев по OOP. Плюс к этому, поскольку разработчик языка Брайн Страуструб считал, что как бы многое никогда не бывает плохо, в язык напихано все, что на тот момент вообще придумали в концепции программирования. В результате языке C++ есть фактически просто что угодно. Начиная с макросов и дефайнов, то есть возможности переопределять любое слово на любое другое. То есть в начале кода можно написать скобка переопределена на обратную скобку, или true переопределена на false, и все, разбирайтесь, в чем там история. Фактически с помощью этих редефайнов можно сделать вообще другой код абсолютно. Заменить одни столовые на другие и так далее. Есть конструкции с темплейтами, есть конструкции... Слушайте, там легче перечислить, чего там нет. Вот. Причем есть огромное количество конструкций, которые повторяют друг другу. Например, есть цикл do, while, и есть цикл until, обратный к нему. То есть это, в принципе, тот же while, только не. Почему нельзя было использовать один цикл, не спрашивайте. Жуткая, огромная избыточность языка. Плюс к этому, в языке C++ есть возможность переопределять даже операторы. То есть вы можете для объектов переопределить оператор плюс, оператор минус, оператор точка и так далее. В общем, ваш код может работать просто как угодно. Вот фактически вы имеете возможность делать что угодно с кодом, а в результате, после появления этого языка, фактически возникло это явление говнокодеры. Потому что... Ну, то есть вы понимаете, да? Любой программист был полностью свободен, волен делать что угодно в своем коде. В результате на начале, середине 90-х годов на языке C++ писать... Ну, я был как раз программистом на C++, но это был один из двух языков, с которым я работал на тот момент. На нем писать было очень тяжело. То есть велись непрерывные войны по поводу того, что как вообще писать код. В принципе, что такое код стайл и какого надо кода стайла придерживаться. Ну, то есть, если вы знаете такой термин, как венгерская аннотация, вот в C++ он был довольно-таки распространен. По большому счету, по-моему, он вообще для C++ возник. Это когда в начале любой переменной любого пишется буквами зашифрованный ее тип. То есть указатель на что-то. То есть перед названием переменной пишется Psykjigbg, да? То есть pointer na size, на что-то там вот это. Ну, короче, тип переменной зашифрован ее название. Поэтому код становится, ну, как бы помягче сказать, слегка нечитабельным. Я вам больше скажу, до сих пор находятся программисты, которые вот эту венгерскую аннотацию считают вполне себе ок и используют. Велись огромные войны по поводу того, фигурная скобка должна ставиться на новой строке или в конце с предыдущей строки. Вы, как современные программисты, понимаете, что это вообще-то жопа, если половина программистов ставят так, а половина так. Потому что мы будем получать непрерывные конфликты при объединении кода из разных веток. Сейчас, слава богу, все эти вопросы относительно порешены, а тогда даже программисты не знали. И методы писать в camel case, то есть каждое слово с большой буквы, через подчеркивание названия писать, сокращать название, не сокращать, то есть убирать гласные, не убирать, как убирать, какие слова использовать для названия методов, классов, переменных и так далее, то есть глаголы существительные, вы понимаете, трэш был какой-то просто. За это время, конечно, язык C++ далеко пошел вперед, но все равно продолжает оставаться одним из самых сложных языков в освоении, просто из-за его чудовищной избыточности. То есть фактически, вот эти вот все программистские мемасики из серии «Как можно выучить C++ за 21 день?» Ну там за 21 дней выучить основы C++, потом выучить ядерную физику, потом выучить что-то там еще, изобрести машину времени, вернуться обратно, и вот за 21 день ты выучил C++. Фактически, это даже не шутка. Это один из самых сложных языков в освоении, просто за счет своей чудовищной избыточности. Однако, это один из самых богатых языков с точки зрения возможностей. Фактически на C++, несмотря на то, что из-за того, что он избыточный и очень сложный, на нем сложно писать, в нем нет гербич-коллектора, то есть программист вынужден, обязан следить за всеми объектами, которые он создал самостоятельно, и использовать оператор освобождения этих объектов. То есть, все, что вы создаете, нужно сохранить тут же, и тут же помнить о том, в какой момент надо освободить память, иначе будут утечки памяти и прочие обращения. C++ позволяет обращаться с компьютером как угодно, просчитать любую часть памяти, которая находится где угодно, на жестком диске, в видеопамяти, в оперативной памяти, принадлежит вашей программе, или другой программе, или вообще гидрусь операционной системы, понимаете, и записать эту память. Фактически язык является, ну, основным для написания вирусов, потому что позволяет полностью обращаться со всем, как угодно, где угодно, и делать что угодно, понимаете. Ну, и, соответственно, чревата любая ошибка тем, что вы просто нажимаете запуск, у вас компьютер делает так, у меня было такое неоднократно. И у любого C++ программиста так было неоднократно, потому что фактически никакой защиты ни от чего нет. Вы понимаете. Вот. Так вот, писать на этом языке очень медленно и сложно. Однако, это один из, ну, практически единственный язык высокого уровня, реально высокого уровня с ООП, который позволяет иметь доступ ко всем внутрянкам операционной системы, видеопамяти, видеоадаптера, самого процессора и прочих железяк, которые есть на компьютере. Отсюда мы получаем все варианты использования C++. Понятно, что на C++, вы теперь уже понимаете, невозможно писать сложное интерпрайз-приложение, потому что оно просто займет времени примерно раз в 10 дольше, чем на Java или C++, или на C Sharp. Потому что, ну, надо управлять памятью, за каждым объектом нужно следить и так далее. Тогда как программист Java или C Sharp фигачит себе код, то программист C++ за каждым объектиком следит, куда он пошел, зачем пошел и так далее, и чтобы он не убежал, потому что убежит. Вот. Конечно, и в C++ возникло большое количество фреймворков и так далее, но по развитию он ощутимо отстает от этих языков с точки зрения развития наобязания больших программ. Однако, те программы, в которых критично необходимы доступы к железу, где критично необходима возможность оптимизировать вот до, вплоть до такта процессора, и вы понимаете какие-то задачи, да? В первую очередь, это, конечно, геймдев, потому что ну, вы не любите тормозящие игры, правда? Никто не любит тормозящие игры. Все любят, чтобы они работали быстро, поэтому, ну, фактически, из X++ для геймдев, девелоперов, ну, на сегодняшний момент все еще основной, хотя C Sharp со своим Unity, самоотверженно его поддавливает. И надо сказать, что на сегодняшний момент продавил так довольно ощутимо, не заняли там процентов 30 рынка. Это прям круто. Может, даже к 40 подбираются. Вот. И, естественно, на C Sharp писать проще, но там свои проблемы, как я говорил, с невозможностью доступа прямого к памяти и так далее. Но писать проще. Также на C++ пишут вещи, которые, ну, по-другому связаны с производительностью. Например, пишут ощутимое количество кода для имбеддед устройств. Тех, что помощнее. Тех, что послабее, там C обычно, да? Потому что C++ там разворачивать тяжеловато. Он достаточно увесистый. Конечно, это несравнимо никак с Java или C Sharp или там каким-нибудь Python. Да, это все равно маленькие программки. Но C гораздо более быстрый, потому что там нет ООП. Там чисто процедурный код. Если это небольшой код, то его вполне можно написать на C. Более сложный код, конечно же, лучше писать на C++. Получится меньше кода, меньше программистской работы, а скорость, производительность получаются практически те же. Также на C++ пишут, естественно, пишут все вещи, связанные с системным программированием. Сами операционные системы, все они написаны на C++. По-моему, все. Компиляторы, виртуальные машины, виртуальные машины и Java, и C Sharp написаны на C++, что очевидно. Зачем их еще писать? Ну, то есть, сама платформа написана на C++. Всякие вещи, связанные с сетевым взаимодействием, потоковым и так далее. Вот всякие вещи, которые находятся на очень низком уровне. Итак, что мы имеем на сегодняшний момент по поводу профессий C++ разработчиков? В первую очередь, я бы разделил их, как бы сказать, на две большие группы. GameDev и все остальное. Тут, конечно, программисты на C++ начнут меня поправлять, что там есть свое деление. Да, конечно, есть, но мы сейчас пишем новичковое видео, давайте не будем вдаваться уж совсем в детали. GameDev, это GameDev, про GameDev рассказывать можно достаточно долго, и я, наверное, не буду сейчас очень уж глубоко погружаться. Скажу несколько слов. Под C++ существует большое количество готовых фреймворков. Самый популярный Unreal Engine, вы наверняка про него слышали. У нас есть курс по Unreal Engine, кстати, C++ приходите учиться, там вас и C++ научат, и Unreal, и будете готовым к геймдевам. Спрос, кстати, очень большой. Там есть всякие CryEngine, еще огромное количество других engine-ов проприетарных для какой-то компании, открытых. Мы вот тут в новостях недавно писали про то, что Amazon выпустил open source, 3D-движок и так далее. И все остальные программы, которые в большинстве случаев связаны с работой на низком уровне. То есть это системное программирование в первую очередь, embedded, и IoT, и все вещи, которые находятся очень близко к железу. Эту часть профессии программистских я советую выбирать тем, которые спят с паяльником. Спят, в смысле паяльник у них рядом с постелью, не подумайте чего. Если вам такое нравится, то есть вам нравится быть очень близко к железу, управлять, если для вас Raspberry Pi или какой-нибудь там Arduino это прям вот то, что вы любите и мечтаете, то C++ вполне себе ваш язык. Но сначала все-таки учим C, потом C++ вполне логично. Единственное, что выучить весь C++ скорее всего вам не удастся, как не удалось мне, потому что его слишком много. Ну что, надеюсь, я вас очень сильно вдохновил, люблю вас, подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про наши соцсети. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok